Смодрились и проснулись, мы перешли на музыкальную паузу. Мы вам немножечко не успели рассказать про факты о десертиках, но это всё впереди, потому что у нас в студии сегодня Джанат Павленко. Доброе утро, Джанат! Джанат у нас кондитер и основатель кондитерской студии EverCake. Всё верно. Всё верно. Ага, как ваше настроение? Доброе утро. Всё классно, доброе утро. Я очень рада здесь присутствовать и с удовольствием поделюсь, отвечу на все ваши вопросы. Как до нас добрались вообще в первую очередь? Потому что я почти опоздал сегодня на эфир, чуточку буквально мне оставалось до того, когда ехать. Но это потому что с такси у меня какие-то проблемы сегодня были. Ну, знаете, нам, кондитерам, не привыкать рано вставать. У нас бывают и ночные смены, поэтому всё окей. Классно. А с чего начинается утро кондитера? Расскажите нам. Утро кондитера начинается с стакана воды с лимоном. Нет, это шутка. На самом деле утро кондитера начинается очень часто, как и у обычного человека, но у нас бывают сверхсрочные заказы. У нас бывают заказы в большом количестве, и тогда мы работаем уже с пяти утра. Так рано, да? Да. А я думаю, вы сразу конфеты начинаете кушать, как только просыпаетесь. А мне вот кажется, наоборот, как раз-таки кондитеры конфеты. Это сапожник без сапог, да? Да. Вы знаете, есть интересный факт. У меня недавно обнаружили аллергию на шоколад. Поэтому кондитер с аллергией на шоколад, друзья. Это всё равно, что у тебя аллергия на микрофон будет. Примерно так. Ну, я рискую каждый день на работе, получается. Слушайте, а аллергия, она как действует? То есть, если именно вы будете кушать или просто вот работаете руками, трогаете, это тоже как-то может повлиять? Если я работаю руками, трогаю, это не сильно проявляется. Но если я ем, я уже замечала, что есть какие-то такие признаки. Начинает немного кожа чесаться, но всё нормально. Слушай, ну всё равно обидно как-то, да, получается? Да. Ну, здорово, здорово, на самом деле, что только на шоколад, а не на какие-то другие ингредиенты. Рискуя своим здоровьем и рискуя в целом, ну, жизнью говорить не будем, наверное. А давай жизнью скажем всё-таки, ради вас, чтобы сделать классные десерты. Чтобы приготовить какие-нибудь вкусности. Ну, в любом случае, пробуете обязательно, верно? Да, конечно. Особенно, когда мы придумываем новые десерты, нам обязательно нужно снять пробу. Вам дегустаторы не нужны случайно? Это самый частый вопрос. Я знал. Смотрите, до этого мы обсуждали про пирог шарлотка. Любите ли вы его? Вы знаете, я шарлотку, наверное, уже лет пять не готовила. Но вообще это достаточно простой рецепт, поэтому да, если где-то на Иссыкуле, в кругу семьи. А мне такой вопрос, знаете ли вы, откуда вообще произошло такое название шарлоткой? Я, кстати, не знаю, потому что кондитеры всё-таки мы занимаемся как-то точечно, чем-то интересным. Вот я муссовыми занимаюсь. Ну, я думаю, шарлотка может быть от имени шарлотта. Да, как раз таки. Хорошо, что вы не знаете, потому что я сейчас делюсь интересными фактами о всяких десертах наших любимых. Как раз таки шарлотка была названа в честь любимой девушки, одного из кондитера. К сожалению, имя кондитера нигде не озвучивают, но сам факт того, что он посвятил пирог, всемирно известный пирог, и назвал этот пирог в честь своей любимой девушки. Мне кажется, они познакомились под яблоней. Ммм, возможно. Есть такой вариант. Почему именно с яблоками? Возможно, они встречались где-то под яблоней. Возможно. Сбора у них, возможно, там было. Ну, значит, у моего мужа есть все шансы стать знаменитым, более знаменитым, чем я. А ваш муж тоже кондитер? Нет, он мой муж, он муж кондитера. А, всё. Придумаю десерт и назову в его честь. А, как его зовут? Антон. Антон. Хорошо, будем ждать такого интересного, такой интересный десерт. Что-то интересное? Тортик, может быть, какой-нибудь Антон, да? Да. Что это может быть? Надо перепрозировать Антуан какой-нибудь. О, вот это, кстати, хорошо. Это уже больше похоже на десерт. Расскажите, пожалуйста, Джоната, какой самый необычный заказ вам поступал? Вы знаете, с последнего моего визита сюда у нас очень сильно прибавились интересные заказы, какие-то творческие проекты. И сейчас люди уже к десертам относятся более серьёзно. То есть это перестало быть просто едой, просто чем-то сладким. И сейчас торт – это такой подарок, который может отображать какую-то деятельность человека. У нас, например, очень много тортов для врачей. Например, в форме мозга, в форме сердца, в форме разных других органов очень часто. Как будто бы не очень аппетитно получается. Да, это очень. Это внутри вкусно, а снаружи вау-эффект. Мне кажется, это очень сложно с таким тортиком чай попить. Ну, мне, по крайней мере, потому что я в визуал. Да. И как так? У врачей надо спросить. Вообще, есть ещё многие другие интересные заказы. Вот, например, для журналистов у нас, видимо, микрофона торт заказывает. То есть сейчас торт – это не только что можно съесть, это то, что можно подарить и чем можно удивить. Ну, это уже такое превращается в какой-то интересный визуальный именно подарок, да? То есть что-то необычное у нас получается, потому что если раньше мы дарили просто торт и знали, что вот он круглый, обычный, но он вкусный, здесь ещё теперь можно удивить своих гостей. Ну, даже, знаете, по пирамиде масло, это пирамида наших потребностей, там у нас эстетика стоит где-то уже повыше. То есть базовые потребности закрылись, и теперь у нас есть потребность в эстетике. Кстати, можно тортик в форме пирамиды делать, в форме пирамиды масло, по слоям прям, чтобы он был такой. Да-да-да. Хорошо, а как вы относитесь к таким тортикам, где распечатывается прям фотография человека? Я, если честно, не очень это понимаю, потому что этот тортик нужно разрезать и есть. Я не знаю, я не понимаю это. Ты не хочешь чувствовать себя каннибалом. Да, как минимум. Долгое время я не бралась за такие заказы, в нашей студии мы от них отказывались, но в итоге мы сейчас… А по какой причине можно узнать? То же самое, я считаю, что неэтично резать лицо человека. Часто очень клиент, когда заказывает торт, он не думает, что это придется резать. Вот он думает про сам момент, как он красиво подарит. Но сейчас, допустим, мы делаем такие заказы, просто предупреждаем, напоминаем, что потом будете резать. Может, вам отдельно картинку, чтобы можно было ее убрать? Да, я еще видела делать тортики в форме… прям форма малыша какого-то. Да, да, да. Вот это тоже для меня, если честно. Нам не заказывали еще. Не заказывали, хорошо. Такие десерты – это все интересно, но у нас здесь уже на столе, на нашей стоечке, есть десертики, которые вы принесли с собой. Да. Давайте, может быть, перейдем к ним, и вы вкратце расскажете о них. Давайте. Смотрите, здесь у нас есть хит этого сезона. Мы вообще первые, кто привез эти японские десерты моти в Бишкек. Где-то года два назад у нас еще ничего подобного нет. Вы вообще знаете, что это такое? Вообще без понятия. Никогда не пробовали. Моти я как-то изучала японский и знаю, что это что-то типа лепешечки, булочка, что-то наподобие. Да, да, да. На самом деле моти – это такой вид рисового клейкового теста в Японии. Вот, и у нас здесь модернизировали это, чтобы под наш вкус подходило, потому что мы вряд ли японские, прям настоящие мочи сможем есть. Вот, и поэтому мы делаем внутри с кремовой начинкой, очень вкусной. Вот, и это такой десерт, который… Жалко. Да, а вот будет еще по-разному. Да, видите, он тянется, разрывается вот так вот, абсолютно безглютеновый. Снаружи, вот вы видите, это у нас семена маракуйи. Это, в общем, для всех любителей правильного питания. Да, и не только. И не только. Хорошо, вижу такой интересный стакан, вроде стакан, но из-под кофе, верно? Да. Очень съедобный, я вижу. Да, это шоколадный стакан, кофе. У нас тоже часто на корпоративные какие-то заказы делают такие. Вот, и, например, сюда можно поместить логотип какой-то. Видите, баристый сегодня. А, еще и открывается. Да, внутри у нас десерт. Мы сейчас разрежем, посмотрим. Давайте. Кстати, я недавно видела, что сейчас все больше популярности набирают вафельные стаканчики, куда можно как раз-таки налить кофе и съесть. Да, жалко. Очень жалко. Жалко эту красоту. Но, тем не менее, это в любом случае было бы съедено. Поступали ли к вам такие заказы, стаканчики съедобные, где можно налить кофе? Да. Вы делаете? Мы делаем, да. Мне кажется, это идеальный подарок, действительно, для людей, которые работают постоянно в офисах, то есть такая корпоративная тема, да? Да. Как часто заказывают, кстати? Очень часто заказывают. Ну, если мы не именно про стаканчики говорим, а что-то корпоративное. Например, недавно была вечеринка в стиле 90-х, и нам заказали пирожные, которые были сделаны в виде куска хлеба с маслом и сахаром. Я думал, вы сейчас скажете арматуры. Да. Такого не было. А вы часто говорите «с меня шоколадка» или «с меня десертик»? Никогда не говорю, потому что есть шанс не исполнить это обещание. Все-таки работа — это работа. Да. Друзья, немаловажный факт. Слово, фраза «с меня шоколадка» — это лучший способ расположить человека к себе, как оказалось. Ты да, «с меня шоколадка». Ну, все, вы расположили меня к себе. Вот здесь вот стоит у нас еще одна красота. Разрешите, я вот так вот покажу. Только не урони, пожалуйста. Постарайся. Здесь вот прям клубнички и идеальная форма сердца, друзья. Что это такое? Что за начинка? Что за красота? Это муссовые тортики. Я как раз в прошлый раз к вам в гости тоже приходила с муссовым тортиком. На самом деле это такая тема европейская. Здесь очень мало теста. У нас есть любители, которым нужно мало бисквита и очень много какой-то такой мокрой, вкусной, влажной части. Вот муссовые десерты как раз про это. Это, наверное, на любителя, да? На... Ну, часто любители попадаются. Возможно, вы любитель. Хорошо, попробую. После эфира проверим, насколько ты любитель. Да. Муссовые, да, называются? Да, муссовые десерты, торты. Кстати, муссовые тоже в форме разных фруктов. Разные заказывают. Какой самый большой заказ вам поступал? Вот примерно, можете сказать? Ну, знаете, в свадебный сезон у нас были и шестиярусные торты. Это около 30 килограммов. Мы их в разборном виде везем. А высотой это примерно сколько получается? Ну, высотой это сантиметров так, 60, если по 10 сантиметров каждый. А бывали у вас случаи, как вот в американских фильмах, когда ваш огромный чудесный торт кто-то случайно роняет на свадьбе, и вам звонят и говорят, нам нужно срочно что-то придумывать? Я всегда надеялась, что со мной этого не случится. Но! Такой случай был, к сожалению. Официант случайно уронил наш тортик. Обалдеть. Нам позвонили, я прибежала, там все дребезь. И побил официанта. Хотелось очень сильно. Да, ну на самом деле мы просто с командой собрали очень быстро новый торт и привезли новый. Он был уже не такой большой, но хотя бы что-то. Жанна, ты еще очень хотелось бы увидеть, что внутри сердца. Да, давайте посмотрим. О, он так мягко режется сразу. Да, муссовый. Какой, по вашему мнению, сейчас самый популярный десерт? Ух ты, там и ягод сколько. Это малина. Это вишенки. А, вишенки. Да. Очень вкусно. По моему личному мнению, сейчас моти достаточно популярны. Допустим, наша кондитерская, это самый популярный десерт. Но, как вы знаете, что продвигаешь, то больше и популярный. Вот какой именно вот вид десерта? Возможно, это какой-то пирожный или кекс. Моти? Моти. Макаронцы очень популярны. Но отмечаю, что сейчас, на данное время, самый популярный торт в мире, это бента торт. Бента торт, да. Мы такой компактный, со своим каким-то уникальным дизайном, особенно среди молодежи, возможно, это невозможно. В целом это популярно достаточно. Ну, максимум на сколько человек этот бента тортик? Бента тортик, да, рассчитан на один-два человека, это больше как открытка. То есть можно любое пожелание написать, подарить человеку. Кстати, да, у нас очень часто заказывают, бента тортики популярны. Вот у вас популярны моти, бента тортики. Мусы. Ага. А еще один есть вид, самый популярный, это, казалось, тирамису. Как это относится? Самый популярный. Тирамису, я по своим личным наблюдениям скажу, что года 3-4 назад был еще больше бум. Сейчас как-то у нас уже реже стали спрашивать. Ну и в целом, вот даже я по себе ощущаю, я бы, наверное, сейчас уже не заказала тирамису, наелись как-то. Уже слишком, да, стало как-то, приелось, можно сказать. Да, тренды меняются. А вот если говорить про самые необычные заказы, которые вам поступали когда-либо, вот может быть какой-нибудь топ-3 или может быть топ-5 даже наберется, что это было? Ну давайте, вот в основном это такие фигурные торты. На первом месте будет стоять спиралевидный свадебный торт, его было очень сложно делать, то есть он вот так вот спиралью идет, абсолютно неровный. Будет там какой-то каркас внутри. Да, обязательно, обязательно, чтобы торт не развалился, мы делаем с каркасом. Это центральная ось называется. Второй заказ, это, наверное, с мозгом, вам, я знаю, уже такое не понравится. Да нет, мне уже стало интересно на самом деле, как это выглядело. Я бы попробовала мозг, скажи. Да, кстати, я бы попробовала. Но вы не попробовали его? Нет, меня не угостили, кондитеры не едят торты, которые отдают клиентам. Вы в процессе готовки все равно пробуете что-то? Нет, нет, нет. Нет, только когда разрабатываем десерты. Это запрещено, что-то там на кухне пробовать. Итак, у нас спираль, мозг и... Так, еще из таких, я сейчас скажу, в виде рубашки, да, брендовой рубашки мы прям один в один сделали, все лейбочки распечатали. А масштаб тоже, да, один к одному? Да, да, да. Прикольно. Прямо срисовывали, очень классно получилось. Я не совсем поняла, рубашка, она как бы сложенная. Да, сложенная рубашка, да, 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 на ней пуговицы и все лейбочки сохранены. И они тоже съедобные. Очень здорово. А какие у вас, с какими форс-мажорами вы сталкивались? Допустим, вас попросили, не знаю, за час приготовить тортик или какие в целом были сложности, форс-мажоры? Мне кажется, самый главный форс-мажор мы уже описали сегодня. Попадение торта, да. Ну, бывают, бывают случаи, например, мне вот со свадьбы позвонила невеста и говорит, ваш торт стоит, но его кто-то потрогал руками, вы можете приехать. Я приезжаю и на самом деле такой отпечаток стоит. Детский, наверное, да? Нет, кстати. А, не детский еще. Никто не признался, но мы подправили, все хорошо. Возможно, он был настолько красивый, что люди не поверили, что это действительно торт и решили потрогать. Вдруг это просто... Да, такое может быть. Или, может быть, он начал падать, его решили таким образом спасти отпечатком, но хотя бы так. История об этом умалчивает. Очень часто, когда история о многом умалчивает. Жанна, спасибо вам большое за то, что вы были с нами сегодня. У нас не совсем много времени, нам надо уже двигаться дальше, переходить к гороскопу. Тем не менее, мне бы еще раз хотелось повторить, как называются те десерты, которые у нас здесь, перед нами. То есть вот эти вот... Моти. Моти. Это одно из популярных сейчас, да, в трендах. Да. Это шоколадный стаканчик, трайфл его называют чаще всего. Да. И муссовый торт. Муссовый торт. И разбитое теперь уже сердце у нас получается здесь на столе. Муссовый торт. Но не менее вкусный из-за этого. Спасибо вам большое, Джанат, за вкусный утренний четверг. Вам прекрасного дня, процветания вашему делу. Напоминаем, друзья, сегодня у нас в гостях был прекрасный кондитер Джанат Павленко, основатель студии Just Ever Cake. Друзья, если что, обращаемся. Отличного вам настроения, продуктивного дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...